Михаил Злобин В командном зале повисла могильная тишина. На одном из экранов было видно, как спина Секирина удаляется от объектива камеры, и как он смело идет в самую гущу мертвецов и жутких тварей, раскинув руки, словно завидел старого приятеля. — Казалось, Аид совершенно не беспокоился по поводу того, кто его окружает, хотя это как раз-таки было объяснимо. Среди всей этой мерзости он наверняка ощущал себя, как рыба в воде. — Какого хрена? — первым не выдержал молчания командующий спецоперацией. — Это как понимать? Какой всраку исполнил твою волю? Какой зов? — Это что же получается? Этот урод нас водил за нос с самого начала? Операторы сидели, напряженно вслушиваясь и всматриваясь в происходящее, и им сейчас было недобеснующегося начальника. Разведывательная миссия хоть и удалась, но попытка ликвидации древнего встала на грань провала. Группа еще полностью боеспособна, но без Секирина, на которого была сделана основная ставка, ей недолго оставаться в строю. Вернуться обратно солдаты уже не смогут. — Шустав! — громыхнул мечущийся по пятачку свободного пространства командир. — Командуй Петрушеву валить Секирина! Пусть даст очередью ему в затылок, а заодно попробует зацепить жреца. — Потом пусть отходит к отряду! Ты же понимаешь, что группа не сможет выйти из Рима. Рядом с военным оказался мужчина в морском кителе, который на этом корабле, можно сказать, был отцом и богом. Капитан Орска, вхожий в абсолютно любое помещение на своем судне, даже если оно занято оперативным штабом по проведению сверхсекретной операции. — А что ты предлагаешь? — агрессивно огрызнулся командующий операцией. — Стоять и ждать, пока два Аида друг у друга под хвостами нюхать будут и знакомятся! — Именно это и предлагаю! — сухо кивнул капитан, не приняв иронии. — Тебе нужно было потянуть время. Вот Секирин его и тянет. — Да он нас предал еще до того, как ступил на твое корыто, завел группу в самую гущу мертвецов, а сам переметнулся на их сторону. Чем больше мы ждем, тем... — И в чем, по-твоему, заключается его замысел? — осадил командира моряк, проигнорировав нелестный эпитет в адрес своего судна. — Ради чего Секирину лезть туда, с абузой в виде целого отряда? — А я знаю! — едва не закричал военный. — Из чего это взвод первоклассного спецназа вдруг стал абузой? — Эти бойцы, чтоб ты знал, элита способная... — Остынь. — Я не собирался принижать профессионализм твоих воинов. Капитан корабля примирительно выставил перед собой ладони. — Я лишь хотел обратить внимание на то, что без них он бы дошел к древнему гораздо быстрее. Ты видел, чтобы он спал за эти несколько дней? Или ел, или выказывал признаки усталости? Тебя не убедило, что он десять миль проплыл под водой, вообще без воздуха? Ему не нужны никакие сопровождающие. — Да хрена сдва я в это поверю! Сейкерин нас просто использовал, как бесплатное такси, навешав лапши на уши. Он бы из своей Африки не смог добраться до Италии без нашей помощи. Но до Африки-то он как-то добрался, а это, пожалуй, подальше даже будет. Перепалку двух офицеров прервал один из наблюдателей, неотрывно следящий за картинкой с индивидуальных камер спецназовцев. — Смотрите! — выкрикнул он, совсем по-детски тыча пальцем в экран. — Они до сих пор разговаривают! Вокруг подавшего голос оператора сразу же материализовались оба спорщика. — Что? Что там? — Они просто стоят посреди площади и не спешат никуда уходить, товарищ майор! — доложил наблюдатель. — Он что, и вправду пытается его задержать, чтобы мы успели уронить на жреца БПЛА? Удивление в голосе командира было столь велико, будто сейчас рассыпалось в прах одна из самых незыблемых и постоянных вещей, в которые он верил. — Это было очевидно! — не приминул поддеть оппонента моряк. — Секирин имел миллион и одну возможность не только сбежать, но и столкнуть отряд с крупными силами врага. Но он этого не сделал. — Что там с группой? — командующий операцией просто пропустил слова капитана Орска мимо ушей, сосредоточившись на выполнении задания. — Стеллет! Ответь айсбергу! Тут же затороторил в микрофон уже другой оператор. — Доложите обстановку! Как слышите? — Айсберг, Стеллет на связи. — Слышу хорошо! — зазвучал в динамике чуть осипший голос военного. — У вас там что? Камеры работать перестали. Лучше мы его должны обстановку видеть. Присутствующие в рубке переглянулись, но никто ничего не сказал. Даже командир не попытался призвать распоясавшегося спецназовца к дисциплине. А все потому, что они прекрасно понимали, что ребятам пришлось высадиться в настоящем аду, забрести в самое сердце обители мертвых и подойти почти вплотную к их повелителю. Им, оставшимся на борту, вдалеке от того кошмара, оставалось только гадать, какое моральное и психологическое давление они испытывали. Уже один только тот факт, что элитные военные позволили себе подобный ответ в эфире во время выполнения боевой операции, говорил о многом. Близость такого жуткого врага, как ходячий зомби и древний жрец, просто не могла не оставить своего отпечатка на людях. Поэтому старшие по званию единодушно простили им это небольшое нарушение субординации. «Действительно, мы же и так все видим и слышим переговоры по внутренней связи», немного смущенно почесал в затылке командующий операцией. «Ладно, хрен с ним, не тормоши их почем зря, бойцы и так на взводе. А что там, Аид?» «Все еще стоит со жрецом на открытой местности, на одном дыхании выпалил спецназовец, которого Секирин повел с собой в логово древней твари». «Отлично, отлично. Значит, хоть немного, но верить ему можно». «А что с самим Аидом?» — задал вопрос кто-то из наблюдателей. «Он ведь стоит в зоне поражения, прямо рядом с целью. Если беспилотник упадет там, его обязательно зацепят». «Предупредите его за минуту до атаки», — распорядился командир после непродолжительного раздумья. «Не очень много, конечно, но ему должно хватить, чтобы свою жопу унести подальше. Это все, что мы можем сделать в этой ситуации. И, думаю, он сам это прекрасно понимает». Подчиненный, ответственный за сопровождение курса БПЛА, согласно кивнул и снова прикипел напряженным взглядом к монитору. Минуты потекли так медленно, словно сам Хронос забавлялся с людьми, замедляя время и надеясь увидеть, каков же все-таки предел человеческим нервам. Но, к счастью или к сожалению, даже его власти не хватило на то, чтобы остановить неумолимый бег секунд, и вскоре прозвучал доклад. «Товарищ майор, беспилотник на подлете к Риму, разрешите доложить об этом боевой группе? Докладывай, сержант, и не забудь помолиться, чтоб наша затея удалась». Я шел прямо к застывшей фигуре в белых одеяниях, и с каждым шагом оцепенение пыталось сковать мои мышцы все настойчивее. Сотни мертвых взглядов сопровождали мое шествие, но ни один покойник пока не дернулся в мою сторону. Даже просто смотреть на древнего было невыносимо тяжело. А уж чувствовать рядом с собой это невероятное сосредоточие смерти и незамутненной жестокости, и вовсе было подобно пытке. Теперь-то я мог в полной мере ощутить на своей шкуре, каково рядом со мной приходится обычным людям. И, честно говоря, мне бы не хотелось когда-нибудь переживать это снова. «Адепт!» Обретший плоть темный жрец поднял брови, изображая какое-то шальное удивление, будто увидел своего старого хорошо знакомого приятеля. «Ты удивил меня своим приходом. А я уж думал, что мне предстоит раскопать немало глубоких нор, прежде чем я сумею найти своего спасителя и как следует отблагодарить. Ха-ха!» Если отрешиться от той подавляющей ауры древнего, которая просто уничтожала любую волю, то внешне он вовсе не походил на ужасного некроманта. «Обычный темноволосый мужчина средних лет, аристократически белая и гладкая кожа, без единого изъяна, короткий ежик-волос, узкий, слегка крючковатый нос и более ничего такого, за что можно было бы зацепиться взглядом. По крайней мере, так казалось, пока не взглянешь в его глаза. Даже у меня с непривычки от вида этих сочащихся мраком провалов на его лице, споткнувшееся сердце затрепыхалось раненной птахой. Тот факт, что некромант за столь короткий срок сумел полностью регенерировать из обожженного скелета, поражал воображение. Я провел в могиле полтора года, прежде чем сумел маломальски восстановиться, и это было еще одной наглядной демонстрацией той пропасти, что лежало между моими и его познаниями о даре. Но сейчас не время трястись. Нужно как-нибудь отвлечь жреца, пока до Ватикана доползет российский беспилотник. Я глубоко втянул смрадный воздух, наполненный тухлыми миазмами трупной вони и чужих страданий, обвел взглядом площадь Святого Города, который сейчас больше походил на развершуюся по ошибке небеспреисподнюю, и успокоился. Да, я загнал внезапно всколыхнувшиеся малодушные порывы обратно в толщу брони своей искалеченной души. И теперь стоял перед древним некромантом совершенно спокойным. Ладно, почти спокойным, потому что какое бы омертвение ни царило в моих эмоциях, отстраниться от них полностью не получалось. Я прибыл сюда так быстро, как только смог, жрец. Для верности я даже изобразил небольшой поклон, словно бы признавал его главенство над собой. «Люди ищут меня, они знают меня в лицо, поэтому мне не очень-то легко путешествовать». Свою речь я пытался строить таким образом, чтобы слова полуправды тесно переплетались с истиной. «Если древний учует, что я лгу, боюсь, моя миссия провалится прямо на этом месте». Но, похоже, такая маленькая хитрость все-таки сработала, и некромант не попытался меня уничтожить на месте. «Ха! Ты бежишь, словно трусливый заяц, вместо того, чтобы дать бой!» Презрительно скривился темный. «Ты стал заметно слабее с момента нашего последнего разговора, и мне это не нравится». «Мне приходится скрываться, потому что я не в полной мере контролирую свой дар», признался я. И в этом, опять же, не было вранья. Так что жрец проглотил и это объяснение. «Я не знал, как поведу себя, если начну убивать, и старался быть предельно осторожным». «Хм-м-м». Некромант чисто человеческим жестом потер подбородок, демонстрируя задумчивость. Но мне не удалось уловить даже малейшего отголоска его эмоций. Словно передо мной стояла каменная колонна или ходячий труп. «Ты не врешь мне, и это хорошо, потому что я бы не простил тебя лжи, адепт. Имей это в виду». Этой своей фразой древний подтвердил мои опасения. Он читал мои чувства легко, как раскрытую на нужной странице книгу. А вот я к своему замешательству не ощущал от него вообще ничего, даже намека на человеческие чувства. То ли мою эмпатию напрочь заглушал царящий на площади святого Павла кошмар, то ли жрец умел каким-то образом закрываться от меня, то ли уже не в состоянии был что-либо испытывать, уйдя по неведомому мне пути перерождения в недосягаемые дали. Однако размышлять над этим было некогда, да и нервировать это создание молчанием оказалось не самой удачной идеей. Так что я поспешил свернуть на какую-нибудь нейтральную тему. На такую, что не только позволит мне задержать его на площади, но и, чем черт не шутит, немного приоткроет мне завесу тайны силы. — Позволь мне выразить тебе свое почтение, жрец. Ты поразительно быстро освоился в нашем мире и уже собрал себе внушительное... эмм... воинство. — Мне приятно твое лесть, адепт, — ухмыльнулся некромант. — Но ты рано удивляешься. Это даже не первый шаг, а подготовка к первому шагу на пути к моему господству. — Если ты будешь во всем мне повиноваться, то увидишь, как я поставлю никчемных смертных на колени. — Но разве у тебя не вызывает опасения то, каким оружием владеют люди? — попытался я охладить пыл темного, попутно закидывая удочку, в попытке разузнать, что именно ему теперь известно о нашем обществе. — С тех времен, когда ты вел войну, очень многое поменялось. — Да ты сам говоришь, как трусливый смертный, — пренебрежительно усмехнулся он. — Разве испытывает опасения гора перед кучкой жалких рудокопов? — Нет. Она монументально стоит, возвышаясь над ними, и готовится погрести их в своих недрах, едва те совершат ошибку. — Но не спорю. Люди превзошли самих себя. Их изощренный ум и изобретательность первое время заставляли меня пребывать в настоящем смятении. Однако же... Темный жрец раскинул руки в стороны в картинном жесте, еще больше став похожим на повелителя тьмы. — Оглядись, адепт! Ты видишь эту площадь? Видишь эти умирающие куски мяса? Кому, как не тебе, оценить все изящество, с которым я использовал достижения смертных, против них же самих? Я снова окинул взглядом с залитой кровью площадь и действительно иначе посмотрел на жертв некроманта. Мое сознание озарило догадка, что такой ужасный способ умерщвления был придуман темным совсем недавно, а не был каким-то древним ритуалом. Он и вправду осваивался слишком быстро. Это не может не впечатлять, почти искренне признал я. Но ты же наверняка знаешь, что у людей теперь есть танки, самолеты и баллистические ракеты. Они могут утопить в огне целые города и страны, если почувствуют угрозу. Танки, ракеты... Некромант будто задумался, и мне показалось, что он сейчас роется в памяти своих приспешников, чтобы выудить из них нужную информацию. Да, это действительно интересное изобретение. Пожалуй, я тоже буду в скором времени их использовать, ведь в моем распоряжении уже находится едва ли не целая страна. Ха-ха! Я прикусил язык, кляня себя за то, что раньше времени подал древнему идею. Дьявол знает, как он теперь захочет использовать военную технику. Твою мать! Да где там застрял этот проклятый беспилотник? А ядерное оружие мне нравится еще больше, продолжал развивать мысль Некромант. Видит тьма. Это самая настоящая магия. Только представь, я смогу уничтожить за пару мгновений целые города, когда завладею им. Кого не убьет взрыв, тот умрет от лучевой болезни, которая будет не страшна ни мне, ни моему воинству. Смертные сами обрекли себя на рабство под моей пятой, адепт. И это будет только начало. Следом мы с тобой уничтожим проклятых католиков. Всех до единого. Знал бы ты, какая ненависть переполняет меня по отношению к этим присмыкающимся гадам, когда я вспоминаю о столетиях, проведенных во тьме и безмолвии. Ах, ненавижу! Но хватит болтовни! Пойдем, ученик! Жрец сделал жест в сторону собора. Мне нужно многое тебе объяснить и рассказать. В первое время у тебя будет очень много забот. Темный уже по-свойски принял меня за своего подчиненного и непреклонным тоном рассуждал о том, какой работой он меня нагрузит. И хрен бы с ним, если б он при этом не пытался уйти с площади, уведя меня вглубь храма. И как мне черт бы его подрал остановить тварь? Жрец! Учитель! Позволь тебя спросить! Я хотел добавить подобострастие в голос, но побоялся, что некромант почует фальшь. Что еще? Древний сразу же продемонстрировал раздражение, и я впервые ощутил от него исходящее недовольство. Значит, чувствовать он все-таки еще может. Не будь назойливым, адепт! Я этого не переношу! Говори, что ты хотел! Только быстро! Прости меня, учитель! Пришлось изобразить небольшой наклон головы, стараясь максимально полно отключить свои эмоции. Но я думал, что мой статус, как твоего ученика, позволяет мне спрашивать. Все, что тебе нужно будет знать, высокомерно процедил темный, я расскажу тебе сам, запомни! А теперь прекрати испытывать мое терпение и говори, какого дьявола ты хотел от меня! Попытка заболтать старого лича не увенчалась успехом. Поэтому я сейчас лихорадочно соображал, какая же тема способна его задержать. Судя по всему, Древний был достаточно тщеславен и кичлив, и единственное, что могло его отвлечь, это тщательное вылизывание костлявой некромантской задницы. Что ж, повосхищаюсь им еще немного, а чтобы темный ничего не заподозрил, сделаю это вполне натурально. Прошу, ответь, жрец, как тебе удалось породить таких величественных созданий? Древний обернулся назад, прослеживая направление моего взгляда, и второй раз за нашу встречу я почувствовал его эмоции. В этот раз это было жгучим самодовольством, замешанным с ощущением собственного превосходства. Повернувшись ко мне и одарив меня покровительственной улыбкой, он шагнул ближе и сорвал с меня окуляры прибора ночного видения. И я вдруг обнаружил, что тьма больше не застилает мне взор, потому что вокруг Древнего простирается абсолютно чистое пространство, словно сила боится к нему приближаться. «Нравится, адепт?» «Очень!» К своему лютому ужасу я осознал, что ни капли не покривил душой. Эти могучие звери действительно будили во мне восторг и восхищение, от которых мне самому становилось не по себе. Я понимал, что испытывать благоговение перед такими монстрами может только человек с основательно протекающим чердаком, но ничего не мог с собой поделать. Любая здравомыслящая личность должна была бы ужасаться и желать сбежать без оглядки от этих созданий, но не я. Мне хотелось подойти к ним, прикоснуться рукой к перевитым канатами жил и мышц с лапом, почуять свирепую мощь, скрытую в анатомически идеальном теле. Черт, видимо, я и вправду окончательно свихнулся с этим даром. Ха-ха! Адепт! Древний отчего-то искренне развеселился. Теперь-то я вижу, за что тебя полюбила Морта. Я-то опасался, что ты лишь очередной трусливый бездарь, но нет, ты просто еще не понял своего призвания. Преобразование плоти — вот твоя настоящая страсть. И это прекрасно, потому что таких малышей... Его палец указал на ближайшего к нам двухметрового малыша. Тебе предстоит сделать очень много. А потом, когда я посчитаю, что ты готов, ты пойдешь еще дальше. У меня, к несчастью, совсем нет времени заниматься преобразованием, не говоря уже о том, что меня это крайне утомляет. А, так вот, зачем я ему был нужен. Заниматься нудной и рутинной работой, бесконечно долго производя для армии древнего элитных бойцов. Сам он, очевидно, не горел желанием заниматься подобным, о чем не приминул сообщить прямым текстом. Что же, если пошел такой разговор, то грех будет не попытаться понять свою ошибку, почему большинство моих измененных не дожили до финальной трансформации. «Прости, учитель, но я боюсь, что не справлюсь с твоим заданием». Я попытался максимально искренне изобразить сожаление, а сам начал думать о Вике и нашем с ней расставании, чтобы мои чувства и внешний вид не сильно расходились друг с другом. «Надеюсь, это поможет обмануть некроманта. Из многих десятков приспешников до преобразования я сумел довести только четверых. Я не очень силен в этом, ведь некому было указать на мои ошибки. Не беспокойся, адепт!» Жрец положил мне руку на плечо, словно пытался приободрить, но добился только того, что от его прикосновения по моему телу прошла волна ужаса и холода. С огромным трудом, но я сдержался, чтобы не поежиться. «Все приходит с опытом. Просто внимательно слушай своих приспешников. Они сами тебе подскажут, как сделать так, чтобы преобразование завершилось удачно. И если будешь следовать этому простому правилу, в конце концов ты сможешь создавать из мертвых тел нечто новое. Ты породишь своего первого истинного морфа. Подумай, адепт, хоть мы и считаемся властителями смерти, но тоже способны давать жизнь». «А они что, живые?» Удивление в моем голосе было столь велико, что мне не пришлось даже ничего изображать. Я действительно был поражен. «Естественно! Меня пугает твое невежество! Если ты уже имел дело с морфами и не понял этого, что же ты за адепт?» «Но...» Я попытался оправдаться и придумать какой-нибудь аргумент. «Я ведь видел, как их калечат пулями и взрывами, но они не спешили умирать». «Ну и что?» Последовал невозмутимый ответ. «Ты как минимум один раз уже побывал в могиле, но ты ведь все еще считаешь себя живым!» «Хм...» «Пожалуй...» Мне пришлось нехотя признать слова древнего, ведь я действительно не считал себя трупом. «Но тогда выходит, что...» «Но, учитель...» «Ведь тогда получается, что изменен...» «Я хотел сказать, морфы...» «Похожи на нас...» «Тьма!» «Что за вздор ты говоришь?» Возмутился некромант, снова выплеснув в пространство свое раздражение. «А горшок похож на гончара, вылепившего и обжегшего его. Мертвая плоть — это наша глина, адепт, и мы лепим из нее то, что нам нужно. Да, пусть некоторые особи морфов при определенном мастерстве создающего их жреца и смогут самостоятельно охотиться и поглощать тьму, но это едва ли единственное, что нас с ними роднит». Но попытался я задать очередной вопрос, поскольку тема для меня была до дрожи интересная. «Хватит!» Вопль древнего, как мне показалось, напугал даже его измененных. Настолько гневно и зло он прозвучал. Мне едва хватило выдержки, чтобы позорно не подпрыгнуть от этой неожиданной резкой вспышки. «Матерь Божья! Да он же сам сумасшедший!» На короткую долю секунды, но жрец все-таки раскрылся мне. Его чувства, эмоции, желания — это хаотическое нагромождение просто не может быть порождением здорового разума. Я не могу описать это словами, это нужно почувствовать, но, похоже, столетия в узилище оставили и на этом существе свой неизгладимый отпечаток. «Довольно глупых вопросов! Твое любопытство может подождать! Пойдем со мной! У меня для тебя есть много работы, ученичок!» Когда темный снова направился к храму, увлекая за собой и меня, в наушнике раздался долгожданный голос третьего. «Беспилотник на подходе! Рви когти оттуда!» «Ну, слава богу! Сейчас все должно решиться!» Продолжение следует...